В Николаевской области протестуют более радикально. Несколько десятков жителей села Петровка перекрыли трассу Николая в Одесса. Люди уже почти неделю без электричества, воды, а некоторые и без тепла. Почему и что намерены делать чиновники, разбирался Кирилл Ющишин. Дорогу перекрыли около полудня. Практически мгновенно образовалась пробка в несколько километров. Это оживленная международная трасса. Между пикетчиками и водителями грузовиков возникла драка. Перекрыть дорогу селян заставило бездействие чиновников. Говорят, уже почти неделю их дома без света и воды. А у тех, кто установил автономные котлы, нет и тепла. А все из-за сломанного трансформатора. Неизвестные слили из него масло, а облэнерго чинить не торопятся. Трансформатор после обиду сняли. Сказали, поставили в течение двух-трех дней. Сегодня уже шести сутки. Обращались, облэнерго, везде обращались. Все говорят, завтра, 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 завтра. Я многодетная мама, у меня восемь детей. Маленький ребенок, год. Надо свет по-любому. Прибывшие на место полицейские уговорили людей разблокировать дорогу. Вы если переходите дорогу, то переходите. Стоять на пешеходном запрещено. Попросите, пожалуйста, своих односельчан перестать перекрыть дорогу, потому что перекрытие трассы, путей сообщения, это есть криминальное правопорушение. Представители облэнерго тоже приехали. Говорят, задержка возникла из-за серийных краж трансформаторного масла по всей области. Приходится экстренно заказывать детали для ремонта. Трансформатор проходит из питания силового. Он отремонтирован практически. Завтра в течение дня у вас будет питание подано. После часа пикета блокаду сняли. Проигнорировала людей только сельский глава. К участникам акции не приехал. Сельский глава должен организовать подвезение питания воды для жителей этих трех улиц. Но вы же видите, я как глава райдержадминистрации обратилась к ней, и она говорит, что я пошуткувала. На рабочем месте председателя сельсовета мы не застали. Двери закрыты на замок. Жители Петровки согласились потерпеть еще сутки. Но если очередное обещание не выполнят, перекроют дорогу снова. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер. Николаевская область.